Мошенники вовлекают жителей в криминальные схемы, делая горожан соучастниками преступления. Люди поумнее, конечно, не связываются с подобными сомнительными предложениями. Ну а те, кто все же хотят заработать легкие деньги, думают, что уголовная ответственность их не коснется. Это не так, отвечают по соответствующей статье УК все участники преступной схемы. Жертвами аферистов, как правило, становятся пожилые люди. То есть, мам, кто привез эти деньги? Доставщик. Доставщик привез, отдал пакет, да? Дальше пошли куда? Пошел домой, пересчитал деньги и поехал в Рыбатское, закинув деньги. На какой терминал? ВТБ. Получил наличные, пересчитал, оставил себе 7%, а остальное перевел на счет, который ему указали. Но казавшаяся, как говорится, непыльная работа привела 19-летнего жителя Петербурга в отдел уголовного розыска курортного ОМВД. Деньги, прошедшие через руки молодого человека, были получены преступным способом и им переправлены организатором криминальной схемы на Украину. По словам задержанного, на такую работу его завербовали неизвестные лица через популярный мессенджер. Познакомился с человеком в Телеграме, он сказал, что сделает заказ, объяснил мне суть работы, я его понял. Сказал, что будет делать взятки предпринимателя полиции, я согласился с ним. И потом он дал мне работу, сказал, что приедет доставка курьер, передаст тебе пакет, в ней будут деньги. Ты забираешь тут свой процент, а другие деньги закидываешь на карту. Ну, вы суть знали, в чем эта работа состоит? Откуда это деньги? Нет, не знал. Молодой человек лукавит. О преступном происхождении денежных средств он, конечно, догадывался. Но заработать быстро, безумственных и физических затрат ему очень хотелось. В последнем эпизоде ему передал таксист-курьер 130 тысяч рублей, которые были получены от 88-летней женщины, проживающей в Зеленогорске. По телефону аферисты прикинулись дочерью потерпевшей, которая якобы попала в ДТП, находится в реанимации и срочно нужны деньги. Пожилой человек в стрессовой ситуации поверил мошенникам. Абсолютно никаких мыслей по поводу происхождения денежных средств у вас не возникало? Ну, я спрашивал, откуда деньги, я вам сказал, что он мне продагал, типа полицейским взятки. Но не в том дело, что вы только что сказали. Я об этом даже не знал. Сейчас понимание вам доверили следствия, откуда эти денежные средства были? Ну, были украдены деньги. У кого? У бабушки. Все верно. Не украдены, она сама передала путем введения ее в заблуждение. Да, я сказал. Маленькая старенькая бабушка, понимаете, да, свои грубовые деньги отдала. Содеянным расскажешь все? Да. В отношении задержанного курортным следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по второй части статьи 159 УК РФ. Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. В данный момент у фигуранта это уже второе уголовное дело с таким составом. Ранее суд Московского района Петербурга на время следствия поместил молодого человека под домашний арест. О чем говорит специальный браслет слежения на ноге задержанного. А всем доверчивым гражданам полицейские еще раз напоминают о схемах обмана аферистов, чтобы не стать их жертвами. Схема обмана о попавшем в беду близком человеке остается одной из самых распространенных. В основном жертвами аферы становятся доверчивые пожилые люди. В преступной схеме участвуют курьеры, которые проходят за деньгами прямо к дом пенсионера. Чаще всего на ваш телефон может звонить незнакомый человек и с тревожным голосом сообщить, что с вашими близкими случилось несчастье. Например, он сбил человека или попал в полицию за хранение наркотиков. Главное, что решение этого вопроса требует денег, причем очень срочное. Любое примедление может закончиться арестом. Мошенники также могут представиться с сотрудниками ФСБ, МВД, прокуратуры и иных органов, который, собственно, сам вошел в положение и готов помочь изменить обстоятельства ситуации в пользу вашего близкого за деньги. Деньги просят перевести на номер телефона, на банковскую карту или передать конверт с деньгами через курьера или водителя такси. В этой схеме обмана сразу две пострадавшие стороны. В первую очередь это пенсионеры, которые лишаются своих накоплений. Вторая – это курьеры, которые из-за своей глупости и жадности становятся соучастниками преступления. Пожилым людям необходимо всегда проверять всю поступающую информацию, а соискателям работы наотрез отказываться от криминальных предложений. Только в этом случае схема перестанет работать, приносить прибыль аферистам и несчастье в дома людей.